Для пользования в зоне оно полностью подходит. Это грязный. Вот дозиметрист как раз измеряет активность, которая накопила в себе пористая поверхность вот этого кресла. Вот видите, он ставит крест из-за того, что это кресло должно быть выброшено через открытое окно. Сначала Припять охраняли пограничники, потом заменили их на милицию. На милицию их заменили где-то в мае месяце, по-моему, в начале мая. Вот в данном случае как раз и происходит измерение всех мягких вещей, особенно мебели. И она, естественно, накопила. Дома ведь не были изолированы от окружающего воздуха. Через вентиляцию могла попасть активность. Могла попасть и первые часы после аварийной. Вот он. Диван был накрыт. Так. Будет дозиметрист рисовать крест или не будет рисовать крест? Наверное, нет. Ну, вот видите, крест нарисовал тоже. Значит, эту мебель тоже ликвидировать. Счастье милицейское. Магнитофон в полной исправности. Попал ему в руки. Ну, вряд ли он выйдет из этой квартиры без магнитофона. О, видите, как он. Разорвал коробку. Ну, что спрашивается. Нельзя было открыть эту коробку. Вот эти милицейские начальники вывозили золотые вещи. Задержание их нам помогало КГБ. Это вот посетитель квартиры. Может, дать бог, цяло? Да, сейчас посмотрю. Не знаю. Что-то не то. Ну, может, зажаветь уже. Видимо, она уже там, не знаете. Все, давайте я ее стукну плечом. Она уже открыта. Открывалась. Да, я вижу. Все, вошел. Кто-то был. В этой квартире кто-то был. А все дома напоминали изъеденные червями яблоки. Вот этот червь как бы проникал через один подъезд, а дальше уже все квартиры вскрывал. Хотя ключи были только у милиции. Значит, всего к нам в СП-комплекс обратилось свыше трех тысяч припетчан, которые хотели забрать наиболее памятные и ценные вещи для себя, для своей семьи. Ну, как правило, это были фотографии, книги. Ну, книг не очень много удалось провести через дозиметрический контроль. Фотографий побольше. А телевизоры вообще не выдавались. Электроника не выдавалась из-за того, что на телевизорах, из-за того, что они обладают свойством притягивать пыль к себе. Телевизоры были все загрязнены очень сильно. Каждому жителю города Припяти была выделена в соответствии с занимаемой площадью площадь жилье. Или в Киеве, или в том городе, где хотел этот товарищ получить. Очень много уехало в Херсон. Очень много уехало на атомные станции. Ну, в Запорожье. Южноукраинск. В Кузнецовск. На Хмельницкую. Тоже она строилась тогда. А вот этот товарищ, он как раз забрал фотографии. Похоже. Похоже. На Хмельницкую. Все. Житель этого города уходит подавленный, и это посещение квартиры явно его расстроило. Все. До свидания этого дома. Он сюда уже не вернется. Никогда не вернется. Субтитры создавал DimaTorzok